Ну вот мы с вами, пожалуй, рассмотрели практически все, что можно рассказать об инфоблоках. Остался только один момент, который я хочу осветить. Экспорт и импорт данных при разработке более-менее сложного сайта становится актуальной задачей. Например, у вас большой каталог товаров. Эти товары у вас уже есть в табличном виде на компьютере. И из них делают прайсер. И было бы неправильно заставить кого-либо руками перенабирать все эти данные. Правильным решением будет загрузить все эти данные на сайт в автоматическом режиме. В Btrice есть штатные функционалы импорта и экспорта информационных блоков в CSV и XML и обратно. Хочу отметить, что если нужно осуществить экспорт инфоблока как торгового каталога, то необходимо воспользоваться путем магазин, торгового каталога, экспорт данных. Но мы не будем останавливаться на этом, так как данный функционал относится к модулю интернет-магазин. Хочу отметить, что начиная с версии модуля инфоблоков 14.0.5, уровень глубины вложений раздела DCSV экспорта и импорта определяется настройкой модуля информационных блоков. При импорте больших объемов данных рекомендуется отключить индексацию созданных элементов модулем поиска. Это существенно увеличит скорость создания элементов. Если инфоблоки более 100 тысяч записей, цифра очень примерная и зависит от множества факторов. То производительность уже серьезно начинает зависеть от аппаратных возможностей сервера и настроек софта. MSQL в первую очередь. Теперь сами напишем код, который будет работать с нашим входным файлом. Для простоты возьмем за основу CSV. Сдача у нас следующая. Нам нужно загрузить CSV, в котором будет только артикул товара и изображение. Но изображение будет представлять из себя путь до файла на удаленном сервере. Следовательно, мы должны будем его загрузить и добавить. Сопоставлять товар будем партийку. Если товар мы нашли, то обновляем. Делать мы все будем в админке. Хотя у нас есть вариант делать обмен, размечать файл для обмена в публичной части и закрывать соответствующим образом их. Ну, наиболее правильно все-таки делать это в админке. И для этого мы создадим сразу модуль. Соответствующий вот наш файл модуля. Для начала для загрузки сделаем класс для работы CSV. Ну вот, собственно, мы его назвали CSV. Делаем конструктор, который у нас будет загружать файл. Собственно, как мы видим, конструктор, которому передается путь, который его открывает. Далее у нас идет функция для чтения CSV. Используем штатную функцию PHP fget.csv. А в случае других форматов, xml, допустим, либо для каких-то иных требований в случае CSV, который не позволяет реализовать функцию fget.csv, мы можем использовать любые другие функции. Мы здесь ничем не ограничены. В нашем случае считаем, что первая строчка наша в CSV – это наименование полей. Соответственно, эти номинальные полей будут ключами массива, которые вернутся в результате. А соответствующая вот эта конструкция у нас будет для этого использоваться. Если у нас еще ArrayTitle массив не заполнен, соответственно, мы заполняем его первой строчкой. Если же заполнен, то, соответственно, уже заполняем непосредственно массив данных. Ну а далее, собственно, сам код, который у нас здесь используется. Наш CSV файл, в итоге из которого формируется массив, имеет в себе артикул и путь до файла на удаленном сервере. Формируем по артикулу массив до фильтра. Вот, до get-листа, видите, мы формируем массив. Это нам нужно, чтобы отобрать элементы, которые требуют обновления. То есть нам необходимо собрать ID этих элементов. Для этого формируем результат работы get-list, где ключом будет артикул. В случае, если артикулы совпадают, у нас не будет излишнего дублирования данных. Таким образом, мы также упростили себе сдачу произвольного доступа к элементам массива без пробегания каждый раз по циклу. Далее пробегаем по массиву из CSV, находим соответствие из-за результатов работы get-list и выполняем еще один цикл. MacFileArray класса C-File готовит нам нужный массив для добавления. Эта функция может принимать также путь до файла на удаленном сервере. И добавляем. А на экран у нас выводится лох работы, собственно, нашего обмена. Сообщается, была ли ошибка и какая. Или все прошло успешно. Давайте посмотрим. Вот у нас кнопка, собственно, произвести обмен. Мы нажимаем на кнопку. У нас идет обмен. Произошел обмен. И, как видим, за 11,87 секунды у нас произошел обмен. И перечислены ID элементов, которые обновились. Давайте проверим, что у нас действительно происходит обновление и все как задумано. До этого открываем, собственно, каталог одежды. Находим нужный элемент. Видим детальное изображение. Удаляем это изображение. Сохраняем. Все. Видите, изображения у нас нет. Теперь еще раз запустим наш обмен. Как видим, обмен произошел. Обновляем элемент. И видите, изображение опять появилось. Оно было загружено из нашего CSV файла. Возвращение. Продолжение следует...